Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Также ты можешь поддержать нас финансово. Для этого мы разместили ссылку в описании ролика и на главной странице нашего канала. Мы существуем благодаря вашей поддержке. Как всегда по традиции, в первых числах мы презентуем подборку наиболее интересного сериального контента на текущий месяц. Так давайте же посмотрим, что приготовил нам июнь. Поехали! Мэр Кингстауна вновь возвращается на малые экраны. В центре сюжета семья Макласки, проживающая в провинциальном городке. Они зарабатывают тем, что ведут тюремный бизнес. Но все меняется с момента появления в городе русского криминального авторитета. Разгорается война между криминальными группировками за контроль торговли наркотиками. Майкл Макласки попытается положить конец безумию. Но кажется, ситуация вышла из-под контроля. Мэр Кингстауна – криминальный триллер, стартовавший в ноябре 2021 года. Титульную роль исполнил номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер. Многие помнят его яркую роль в фильме «Повелитель бури», снятый Кэтрин Биглоу, бывшей женой Джеймса Кэмерона. Кстати, этот фильм обскакал на «Оскаре» аватар Кэмерона, забрав статуэтки за лучший фильм и лучшую режиссуру. Вот такие они бывшие жены. Также в сериале мы увидим и Даян Уист. Ее потрясающие роли в фильмах «Ханна и ее сестры» и «Пули над Бродвеем» были отмечены «Оскаром». Ждем появления третьего сезона сериала на стриминговой платформе Paramount Plus уже 2 июня этого года. Галактика пребывает в мире и стабильности, а Великая Республика находится на пике своего могущества. Но враг не дремлет. Дарт Плэгас, выдающийся ситх, опираясь на темные силы, раскрывает тайные знания, способные изменить сущность жизни и смерти. Но в стремлении к абсолютной власти он не замечает опасности в лице своего ученика Дарта Сириуса, которому он доверяет как себе. История знает немало примеров, когда амбиции и жажда могущества ведут к трагическим последствиям. «Звездные войны. Аккалит» — это часть медиафраншизы «Звездные войны» и приквел «Скрытые угрозы». Он расскажет о финальном периоде расцвета Великой Республики. Главные роли в сериале исполнили Аманда Стэнберг, известная нам по роли Руты в серии фильма «Голодные игры», Стар Картер, снявшийся в фильме «Чужая ненависть», и Ли Джонджи, кореец, снявшийся в главной роли в нашумевшем сериале «Игра в кальмара». Премьера «Космическая история» состоится на Disney+, 4 июня этого года. Сериал будет состоять из 8 эпизодов. 2013 год. Баскетбольная команда Los Angeles Clippers обзаводится новым тренером. Это Док Риверс, легенда прошлых лет. Победа в чемпионате НБА становится для него приоритетом. Но для любой бочки меда всегда найдется своя ложка дегтя. Владелец клуба Дональд Стерлинг, скупой и непредсказуемый деспот. Аудиозапись с его российскими высказываниями в адрес любовницы попадает в сеть. Разразился грандиозный скандал. Это ставит под угрозу будущие команды. Подрезанный спортивный драматический мини-сериал, основанный на подкасте. Режиссером проекта выступил Кевин Брей. Актерскую команду возглавили мастодонты кино Лоуренс Фишборн. Многим из нас он запомнился по ролям Морфеуса в серии фильмов «Матрица» и «Короля Брауэри» из серии фильмов о Джоне Уике. И Эд Анил, известный многим по роли сержанта Бреннингана в неугасаемом комедийном детективе К-9 с Джеймсом Белушев главной роли. Первый сезон сериала состоит из шести эпизодов, которые стартуют на канале FX 4 июня этого года. Этот сериал расскажет нам о жизненном и профессиональном пути Кайзера Карла. Когда пришло время легендарной Кокушанель отойти от дел, преемником своего модного дома она назначила малоизвестного дизайнера. Многие в те годы были шокированы таким решением. Но спустя время глубина личности и творческого таланта Лагерфельда раскрылись перед поклонниками в полной мере. В этой истории мы увидим не только путь восхождения на Олимп моды, но и острые углы его биографии. Стать Карлом Лагерфельдом – биографический драматический мини-сериал от французских кинематографистов. Это экранизация одного из самых популярных произведений Рафаэля Баке, посвященная очень знаковой фигуре в мире моды. Роль главного героя исполнил Даниэль Брюль, в списке которого такие знаковые проекты, как фильмы «Бесславные ублюдки», «Пятая власть», «Ультиматум Борна» и сериал «Алионист». Сериал состоит из шести эпизодов, премьера которых запланирована на Дисней Плюс 7 июня. При покорении англичанами Америки чернокожих рабов возили на новые земли для эксплуатации в качестве живой силы. Их потомки сегодня являются равноправными гражданами Соединенных Штатов. И все же представители чернокожей расы убеждены, что их народ притесняют. Главный герой Тарик хочет избавиться от наследия прошлого, доставшееся от известного в криминальных кругах отца. Но обстоятельства, связанные с финансовыми проблемами, заставляют его заниматься наркобизнесом. Ну и понятное дело, семья недовольна таким положением дел. Власть в ночном городе, книга вторая, призрак, криминальная драма. Сериал является одновременно продолжением и спин-оффом сериала Власть в ночном городе. Актерский состав без изменений. Это уже четвертый и последний сезон сериала. Он будет состоять из двух частей. Первые пять серий стартуют 7 июня, а премьера второй части, также состоящая из пяти эпизодов, запланирована на 6 сентября. Рейтинг сериала на сегодня составляет достойный 7,5. Расти Сабич – окружной прокурор Чикаго. У него есть жена, и все же он заводит тайный роман со своей коллегой Каролин. Его жизнь переворачивается, когда стает известно о страшном убийстве его любовницы. Происходит невероятное. Расти поручает расследовать это преступление. Но как сохранить в тайне свои отношения с жертвой? Ведь если этот факт станет известным, это может разрушить его семью. Однако, очень скоро Расти становится главным подозреваемым в загадочном убийстве. Презумпция невиновности – юридический триллер, созданный по мотивам одноименного романа Скотта Туроу. А что у нас с актерским составом? Титульную роль исполнил Джек Джилленхол. Любители драм помнят его по ролям морского пехотинца в фильме «Морпехи» и Джека Твиста в скандальном фильме «Энга Ли» «Горбатая гора». Также мы увидим и Рут Нега, получившая широкую известность по сериалу «Проповедник». А за роль Милдред Лавинг в фильме «Любящий» Нега даже номинировалась на премию «Оскар». Премьера сериала, состоящая из восьми серий, запланирована на Apple TV+, 12 июня 2024 года. Спустя два года, после выхода предыдущего сезона сериала «Пацаны», популярнейший проект Amazon получил пролонгацию. Бывший агент ЦРУ Билли Битчер и его команда продолжат противостояние семерки супергероев во главе с мутным Хоумлендером. В четвертом сезоне мы увидим раскол общества на два лагеря. Одни уверены, что супергерои – надежда человечества, для других они неуправляемые злодеи. К своим ролям возвращаются Джек Куэйт, Карл Урбан, Энтони Старр и Эрин Мориарти. Съемки сезона закончились еще весной 2023 года, и зрители ждали продолжения в конце того же года. Однако забастовка гильдии американских сценаристов внесла свои коррективы, и выход четвертого сезона пришлось перенести на 2024 год. Теперь поговорим о спин-оффе к «Игре престолов» в сериале «Дом драконов». Уже лето мы увидим продолжение этого невероятно эпического зрелища. Бюджет первого сезона составил невероятные 200 миллионов долларов. В день выхода сериала, 21 августа, его посмотрели 2,6 миллионов пользователей, что стало лучшим показателем среди сериалов за 2022 год. Нам обещают, что второй сезон будет более насыщенным, динамичным и эпичным. Помимо основного каста, который остался без изменений, мы увидим новых персонажей и драконов. Основной линией сюжета будет противостояние двух могущественных кланов – Вестероса Таргариенов и Хайтауэров. Конфликт, расколовший страну на два лагеря, перерос в гражданскую войну, которая получила название «Танец драконов». Ну что, у меня на сегодня все. Такими были самые интересные премьеры сериалов июня 2024 года. Мы и дальше будем вас информировать о знаковых премьерах в фильме «Большого и малого кино». И чтобы не пропустить, ты должен обязательно подписаться на наш канал. Всем пока-пока, услышимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова